Между тем, платформа COVAX, созданная для справедливого распределения и доступности вакцин от COVID-19, нарушает соглашение с Азербайджаном. Доставка препаратов в нашу страну задерживается, но при этом успешно поставляется в другие государства региона. Разобраться в ситуации, которую уже однозначно можно назвать политизированной, попробуем с политическим аналитиком Ильгаром Велизаде. Сейчас он на связи с нами. Ильгар, здравствуйте. Здравствуйте, Михаил Иванович. Итак, уже нет сомнений в том, что отдельные страны проводят эгоистическую политику, они закупают огромное количество вакцин, а другим государствам эти препараты, так скажем, не достаются. Мы в очередной раз, так скажем, становимся свидетелями двойных стандартов. Как понимать эту ситуацию, что случилось с COVAX и почему срывается соглашение с Азербайджаном? Ну, вообще-то нам к двойным стандартам, к сожалению, не привыкать. Мы это в политическом аспекте видели на протяжении многих десятилетий, ну, последних десятилетий, по крайней мере. Но сегодня это наблюдается в гуманитарной сфере, что абсолютно удручает и не позволяет говорить о том, что в мире в ситуации с борьбой с коронавирусом сложилась здоровая ситуация. Это не здоровая ситуация. И, кстати говоря, Азербайджан в прошлом году предлагал и фасилитировал диалог между различными государствами по определению основных путей выхода из этой критической ситуации. И тогда по инициативе Азербайджана была проведена специальная сессия Генеральной Ассамблей ООН, где были выработаны рекомендации и основные предложения по деятельности в этом направлении. К сожалению, они не соблюдаются. Кувакс-платформа себя не оправдывает. Сегодня мы видим, что отдельные государства придерживаются политики эгоизма, по-другому ситуацию не назовешь. И они заботятся о благосостоянии своих граждан, не предпринимая шагов для, скажем, нормализации ситуации в мире в целом. Есть государства, целый ряд государств обездоленных, бедных, которые не имеют возможности приобретать эти вакцины. Была договоренность о том, что этим государством будет поставляться соответствующая партия вакцин. Этого не происходит. Более того, развитые государства срывают поставки вакцин друг у друга. Не говоря уже, конечно, об Азербайджане, Азербайджан своевременно обратился к основным производителям вакцин. Заключены были контракты, и эти контракты очень высоко были оценены самими странными производителями. И что мы видим на практике, что эти контракты все срываются. Мы готовы платить, мы готовы, конечно, доставить эти препараты в Азербайджан в необходимом количестве в нужные сроки. Но, к сожалению, не по нашей вине. В частности, программа КОВАКС срывает эти поставки. Это удручает. Это говорит о том, что международные механизмы, к сожалению, несостоятельны. Они, ну, необходимо их абсолютно обновить и реформировать. Но вот, тем не менее, ситуация сложилась вот таким образом. Что сейчас нужно предпринять Азербайджану? Я думаю, что здесь, к сожалению, Азербайджан не единственная страна, которая оказалась в таком положении. Есть и другие государства. Я думаю, необходимо консолидировать усилия. И необходимо поднять этот вопрос, вновь поднять на платформе ООН. Азербайджан является страной-председателем второй по величине организации в мире. Это движение и присоединение. К сожалению, большинство членов движения оказались в таком же положении. Сегодня Азербайджан поднимает свой голос и в поддержку свою, и в поддержку этих государств. И я думаю, что если страны мира, серьезные ведущие игроки хотят сохранить свою репутацию, в частности, если хотят, хочет сохранить свою репутацию платформа COVAX, они немедленно должны отреагировать на эти призывы и изменить подходы. Иначе ситуацию не решить глобально. Вы посмотрите, какая ситуация. В Европе только 4% вакцинируется. Почему? Потому что, а хотя большинство государств Европейского Союза является производителем вакцины. Вот такой парадокс. А Сербия, вот в вашем сюжете было показано, которая не производит вакцины, фактически большинство населений были вакцинированы. А Сербия не является членом ЕС. Значит, есть проблемы у ведущих игроков, и эти проблемы влияют на собственное население этих государств. Ильгар, спасибо вам большое. Будем надеяться, что вопрос решится справедливым образом. Спасибо. Дай Бог. Я напомню, платформа Ковакс нарушает соглашение с Азербайджаном по поставке вакцин от коронавируса. Ситуацию нам комментировал политический аналитик Ильгар Велизаде. Продолжение следует...